Друзья, всех приветствую! Находимся в BMG Drive и дальнобойщик Василий после того, как раздавил на фуре множество людей, после того, как на самолете убил кучу жизней на автомагистрале, приземлившись на нее, он решил уйти от всего этого и завершил карьеру перевозки вообще людей-пассажиров как таковых. Приобрел себе фургончик, завел семью, соответственно, как вы видите, семья у него сидит в прицепике, они, значит, приехали сюда на природу, поотдыхали, пофотографировались, все замечательно, все прекрасно, кто смотрит с лизовыми роликами знает, что мы уже на этом спуске с вами были и даже прошли без тормозов этот спуск на легковом автомобиле, ссылочку сверху оставлю, можете посмотреть, кто не видел. Ну а сейчас, сегодня у нас, друзья, пойдут машины, так сказать, потяжелее категории. Дальнобойщик Василий очень тщательно следил за тем, в каком состоянии находится его автомобиль, да не уследил, не уследил, друзья, и отказали тормоза прямо на спуске с прицепом, в котором сидят его дети, жена, в общем, вся его семья. Что же ему приходится делать, друзья, конечно же, пытаться выровнять, кстати, довольно легко, сразу же пошло, и мне кажется, прицеп нас тащит за собой, жена переворачивается, да. Я просто думал, что у меня хотя бы что-то получится изначально сделать, просто несколько секунд и дальнобойщик Василий остался один. Нужно сохранить не только жизнь, да, но и транспорт, и все то, что нажил дальнобойщик Василий непосильным трудом за эти долгие годы. Давайте сразу попробуем вот так вот ход конем сделать. Получится? Получится. Газ-то мы можем нажимать, не забываем, и у нас получается. Отлично. Значит, мы спасли, сразу же, проехав буквально несколько метров, и он говорит, жена, только что, представь себе, тормоза отказали. Чуть-чуть бы, и мы бы разбились. Она, естественно, начала кричать. Со своим корытом хочешь нас здесь похоронить, что ли? Езжай срочно домой. Меня не интересует, что там у тебя поломалось. Чинить будешь в гараже. И что остается? Дальнобойщик Василий очень сильно боится свою жену. Ему остается ехать. Конечно же, друзья, блин, нет, нет, тащит слишком сильно, друзья. Посмотрите, что вообще происходит. Это бессмысленно. Это просто... Она убила дальнобойщика Василия себя. Вот такая вот жена, друзья. И здесь, друзья, таится одна проблема. Это прицеп. Вот обратите внимание, я отпускаю опять же тормоз, и прицеп начинает потихонечку болтать. Машину, соответственно, тоже начинает раскачивать, и мы уже не можем контролировать вообще ничего. Посмотрите, что происходит. Прицеп управляет уже нами, грубо говоря. И это при этом я не нажимаю сейчас на тормоза вообще. Ну, кстати говоря, смотрите-ка, встал практически на колеса. Колеса летят еще сзади. И более-менее повезло, я даже сказал. Оставляем здесь, значит, жену и детей. И потихонечку спускаемся. Дальнобойщик Василий, это твой шанс убежать от разъяренной жены поскорее. Получается? Да, отлично. Вот это ход. Вот это продуман. А, нет, не получилось. Но давайте возьмем что-то потяжелее. Пусть это будет автобус с туристами. Естественно. Естественно, за рулем дальнобойщик Василий, как обычно, решил подработать. Нужны были срочно деньги. У нас два туриста, которые также пофотографировались и спешат домой для того, чтобы все выложить в инстаграм, чтобы получить лайки, комментарии. Все очень круто будет. Не забывайте ставить лайки и комментировать. Вот. И, соответственно, отказывают тормоза. Внезапно. Все. Что нужно делать? Вот честно, я бы на месте дальнобойщика этого Василия, да, вывернул бы сюда срочно. И, опять же, погасил бы всю мощность. Автобус очень тяжелый. Поэтому, смотрите, очень трудно. Нам нужен резкий подъем. И вот он как раз очень подходит. Да, немножко потеряли. Но главное не потерять жизни. Вот же самое главное. А то, что мы там бампер потеряли. Вот. Идеальная позиция. Все. Давайте поаплодируем дальнобойщику Василию. Или все-таки пока рано. По-моему, это слишком плохая затея была. Аплодировать раньше времени. Но я знаю, ты справишься. Давай, держись. Спаси этих людей. Спаси. Ты должен... О, черт. Нет. Да. Нет, не получилось. Я, конечно, мог бы все это замедлить, друзья. Это было бы, наверное, красиво. Но у нас тот, кто сидел в задней части салона, очень сильно пострадал. Его просто переломило. Не знаю. Турист. Турист прощает твои фотографии. Больше никогда не попадут в Инстаграм. Как я уже сказал, масса настолько огромная, что его постоянно тянет и тянет. То есть инерция бешеная. И это нам не дает с вами вообще никаких шансов для того, чтобы этот автобус... Посмотрите. То есть он вообще неуправляемый. Сразу занос уходит. То есть мы еще могли что-то сделать на легковом автомобиле. Здесь же это практически бессмысленно. Конечно, друзья, многое зависит от транспорта. И на этот раз попробуем масс использовать. Все-таки он кажется менее таким увесистым. Может быть, это просто кажется, нежели школьный автобус. Я вам скажу, что даже сейчас уже чувствуется, что он более управляем. Посмотрите, она сразу же не заносит. То есть как минимум. А школьный автобус сразу же на занос кидала. Отлично. Идеально вошли. Здесь, возможно, даже еще и получится выжить. Хотя не знаю, что у нас будет дальше. Но рулим. Пассажиры все сидят. Все замечательно. Шестая передача. Слушайте, и скорость-то? Не 200. А там у нас была 200 уже. Небольшой полет. И здесь нам нужно вывернуть. Срочно уворачиваем. Нет, нет, только не переворачиваемся. И, кстати говоря, ничего страшного. Тот же школьный автобус при перевороте несется дальше по инерции. Не спрашивайте, пожалуйста, что это за магия там. Я без понятия. Друзья, в общем, все-таки я решил попробовать на этом МАЗе достичь конечной точки. А именно доехать до конца. Кто-то скажет, о чем ты говоришь. О прошлом ролике. Мы на легковом автомобиле еле доехали. Нас разворачивало, швыряло вправо-влево. Но мы с вами все-таки доехали до конца. А тут на автобусе с такой-то массой. Но, друзья, я кое-что понял. Что необходимо, в первую очередь, на этом автобусе, это контролировать занос. Если нас занос не кидает и не разворачивает на этом автобусе, то, в принципе, нам практически, можно сказать, гарантирован успех. Вот этот ужасный подлетик, который нужно пройти. Есть. Аккуратно. Проезжаем. Замечательно. Замечательно. Проехали его идеально. Здесь главное, чтобы нас сейчас не занесло. Вот здесь именно нас занесло и развернуло, и мы улетели в деревья. Сейчас же позиция хорошая. Так, еще один подлет, я так понимаю. Держимся. Что там дальше у нас? Поворот. Дальше у нас жесткий поворот. Держимся. 130. Скорость. Скорость большая для поворота, конечно, но будем пробовать. Заранее выходим. И отсюда примерно начинаем уже поворот. Боже мой, пожалуйста. Пожалуйста, только не задень деревья. Только не задень деревья и не перевернись. Пожалуйста. Боже ты мой, это идеально. Ни разу, друзья, я не нажал на тормоз. Абсолютно. Фух, пока мы живы. Пока едем. Впереди небольшой склон. Я аж просто в волнении такое жесткое поймал. Неужели у нас получится сделать на автобусе последний, друзья? Последний поворот. Все. Вы представьте себе. На автобусе идеально. Без тормозов. С такого склона. Мы проехали. Мы выжили. Абсолютно. Конечно, понятное дело, если бы он забит был пассажирами, там масса была вообще жесткая. Выезжаем на трассу. И сейчас бы кто-нибудь по трассе бы несся до 300 км в час. Но вы только посмотрите сейчас наверх. И оттуда мы только что начинали с вами спуск. Представьте себе. Без тормозов. Друзья, не знаю, что сейчас ожидать. Но на 90% я уверен, что, скорее всего, мы не проедем и первого поворота. Мы знаем, как ведет себя подобный прицеп. Как он умеет разваливаться. Как бревна умеют разваливаться. Дальнобойщик Василий, вновь тебе привет. За старую добрую фуру он взялся с бревнами. Посмотрим. Посмотрим, насколько идет разгон. Все, конечно, зависит будет от транспорта. От того, как он себя поведет. 100 км, да вы издеваетесь. Черт подери. Блин, он еще жив. Прицепт еще жив. Нет, все, все, разлетаемся сразу, друзья. Бревна покатились. Конец. Моментально. Это вообще бессмысленно что-либо делать. Кто-то скажет, а почему ты всегда едешь туда? Почему нельзя взять и съехать куда-нибудь влево? Можно попробовать. Можно, возможно, даже вы будете правы. Давайте посмотрим. Вдруг мы сохраним и груз, и бревна, и дальнобойщик Василий. Силий у нас выживет. Все выживут. Замечательно. Почти получилось. Можно, можно. Да, загорелись чуть-чуть, бревна полетели. Ничего страшного. По-моему, я уже потерял дальнобойщик Василий еще живой. Его там кидает по кабине жестко. Вот, что произошло бы, если свернуть куда-то влево или вправо, друзья. Так что вариантов вообще ноль. Только дорога. Если понравился ролик, обязательно подпишись на колокольчик. Поставь канал лайк. Я всех благодарю за просмотр. Всем удачи. Я всем желаю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok